Всем привет! Сегодня поделюсь своими покупками одежды, обуви, покупки для Алисы. И так, кому интересно, давайте начнем! Итак, так как у меня возникла острая потребность в покупке обуви, как-то во влоге я говорила, что мне нужна зимняя обувь, но я так себе ее и не приобрела, поэтому сейчас мне ее очень нужно было приобрести. И заказывала я себе на сайте Вилдресс, довольно-таки, мне кажется, известный сайт, они как с сайтом Ламоды идут, мне кажется, как конкуренты, хотя на сайте Вилдресс мне больше нравится обслуживание. Вот, и нравится, в общем-то, пользовались мы этим сайтом уже давно с мужем, и нравится тем, что курьером привозят, что тебе все надо, буквально за неделю, а то и меньше, а все обговаривается, время, когда привезет, и точно ли ты на этом месте. Нравится, ну, так же ждет тебя курьер, пока ты примеришь. И самое главное, не нужно никакой предоплаты, если тебе что-то не подошло, ты можешь просто это не покупать, и из тебя никаких претензий не предъявят. Вот, взяла, я повторюсь, аж две пары. Первое, это вот такие сапожки, полусапожки даже можно так назвать. Это под замшу сделано, и на сплошной вот такой вот подошве. Понравились они мне, такие вот для прогулки, они немножко как дутиками тут прошито, сделано. Ну, симпатично смотрится, в принципе, подошва не скользкая, и хоть тут и немножко торчит вот этот искусственный мех, но это вполне прилично смотрится. Здесь, кстати, вот эта коняшка меня смущает, но я думаю, ничего страшного. И как для прогулок, Алису в садик отвезти, погулять же так же, в магазин сбегать, они очень удобные, они тёплые, хоть они не натуральные, здесь не натуральный мех и искусственная замша, но выглядит очень даже неплохо, то есть не как такой прям дешёвый-дешёвый дермантин. Всё хорошо прошито, строчки все ровненькие, вообще к исполнению никаких претензий у меня нет. Взяла я их где-то за 1700, по-моему, и так-то они дороже стоили, но на этом сайте, что мне ещё нравится, бывает, что разное море всяких скидок дополнительных, как раз была распродажа зимней обуви. Вот. Понравилось, что подошва толстоватая, и что ноги не мёрзнут, хоть у нас зима и не такая уж, и холодная в этом году, хотя сейчас у нас за окном минус 30 градусов, вот, и выходить совсем неохота. Но сколько я гуляла, ноги у меня в них вообще не мёрзли. Пришла обувь в такой вот коробке, это фирма Inario, что-то у меня, по-моему, уже было от этой фирмы, потому что коробка как-то у неё знакомая. Брава в 36 размере, хотя у меня вообще 35 размер, но зимнюю обувь всегда беру 36-го. Изготовлена в Китае, и, ну, Китай-Китай, в принципе, ничего в этом такого нет. Следующая пара обуви, это уже сапоги такие конкретные, можно сказать, даже немножко как ботфорты, длинненькие такие, и тоже тут по мне нравится, что подошва такая толстоватая, здесь уже небольшой каблучок идёт, и по каблучку вот такое вот украшение, вставочка золотистая, по задней стороне у нас идёт молния золотая, и здесь такие, как крылышки, если это на кнопочках. Ещё вот такое вот украшение в виде вышивки и стразинок, красиво смотрится, и по внутренней стороне также идёт вот этот замочек. Также это дермантин и мех, и тоже как искусственная замша, но тоже строчки все ровные, нитки не торчат нигде, и само качество вот этой вот фальш-замши выглядит очень даже прилично. Вообще на сайте они были заявлены как демисезонные, но девочки в отзывах писали, что там идёт как на тёплую зиму, так как есть небольшой мех. Он действительно есть. Не знаю, видно будет или нет. Но, по-моему, видно всё-таки. И наподобие, как знаете, есть европейки. В принципе, ноги у меня тоже в них не мёрзли. Я в них ходила и по делам, и как-то ноги у меня не замёрзли, хотя меховушки тут очень-очень даже немного. Это уже у нас фирма Вюмор, если я тоже правильно читаю, также 36-го размера. Всё было упаковано хорошо. Вот эти коробки также были запакованы в полиэтилен запаяны, как будто бы до вас никто ничего не открывал. Следующее, что покажу, это в концепт-клабе у нас проходит распродажа. Я себе взяла вот такую вот блузку, белую, чисто белую, и не сразу, конечно, я на неё как-то посмотрела. Перемерила много чего, но так как там размеры остались такие, либо большие, либо совсем маленькие, XXS, например, для меня маловато, мне в груди, в плечах как-то... Я, конечно, застёгиваю всё, но как-то не очень комфортно. Мне нужны XS, и вот как раз вот эта вот блузочка размера XS. Нравятся мне вот эти вот стразики, которые приклеены по передней части блузы. Она такого, ну, полупрозрачного, да, в принципе нормальная, но не такая, что прям совсем прозрачная. И сделанная 100% навискозой, очень-очень приятная к телу ткань. Надеюсь, вот эти стразинки при стирке никуда не отвалятся, и, конечно же, здесь, я думаю, всё-таки только ручная стирка подойдёт. Немножко мне как-то рукава длинноваты были, но я думаю, не знаю, может, так должно быть, может, такой фасон, но сама она, конечно, немножко такая вот как удлинённая. Да, люблю общий белый цвет, он хорошо освежает, и вот эти вот стразинки такую нарядность придаёт. Очень осталась довольна своей покупкой. Теперь уже, что купила я Лисюши, вот такие вот тапочки. Теперь у Алисы тоже такие тапочки есть. Они с бантиками, со стразиками. Правда, у меня они не такие высокие, тут они повыше идут, как такими бурочками, что ли, правильно назвать, также противоскользящие. Тут такая подошва с попрышками. Алиса у меня в них бегает, шуркает даже, можно сказать, по полу. Они очень яркие, мягенькие и, безусловно, тёплые. А также, что я ещё приобрела Алисе, правда, эта покупка была уже сделана давно, где-то в начале зимы, это точно, если не в ноябре, заказывала я у Фаберлик вот такую вот куртку с розами. Когда я её увидела, я очень-очень хотела своей дочке такую куртку взять. И она, как и заявлено, как зимняя, хотя кто, помню, отзывы читал, по-моему, что как-то некоторые не считают, что она зимняя, что она тоненькая. Хотя вот щупают другие Алисины куртки, по мне, так плотность одинаковая абсолютно. Здесь идёт такой, тоже из искусственного меха, вот эта отделка. Ну, в принципе, она не так уж плохо смотрится. Сам капюшон идёт на молнии, он отстёгивается, но мех не отстёгивается, поэтому проблематично постирать. Неоднократно уже стирала эту куртку, ничего с ней не случилось. Здесь очень яркая, здесь на кармашках вот такой вот брелочек есть. Нравится тем, что воротник идёт как стоечкой, и всё это застёгивается, и плюс ещё, когда одеваете капюшон, тоже. Ну, в принципе, когда не одеваете, так же всё это застёгивается, где-то вот так наполовину. Всё закрыто от ветра, от холода. Мне очень в этом плане понравилось. А также здесь по всей длине кнопочек идут вот такие миленькие бантики. Куча кнопок, безусловно, есть и замок. Неудобно для ребёнка, да, самому одевать, но зато маме так как нравится. Вот. И по низу идёт вот такая вот резинка, которая, ну, мне кажется, лучше, может, и без неё, потому что всё-таки куртка с резинками, они задираются. По внутренней части мне понравилось, что идёт ткань трикотажная. Мне кажется, что так куртки намного теплее. И к этой куртке я брала вот такие штаны. Там были штаны также с розами, но мне как-то показалось, что будет сильно ляписто и непрактично в цвете. Поэтому взяла вот такие бордовые. Здесь по ножке идёт такая вставка. Кстати, на куртке, на рукавах тоже такие вставки есть. Вот такая вставка. По внутренней части идёт тоже трикотаж. Они очень удобные, потому что самому одевать ребёнку также неудобно. Но я одеваю. Мне мамик поэтому не нравится, потому что здесь из-за этого трикотажа плохо нога проезжает, тяжеловато одевается. Но для меня, опять же таки, мне кажется, что так теплее. Здесь всё на лямочках, на замочке. Удобно одевать. Здесь такая кулиска в виде резинки. И сзади вот такой вот бантик. Ну, Алиса не жаловалась, что её холодно. Я думаю, что ей всё-таки в нём тепло. Ну и последнее, что я покажу, это уже не то, что я сама покупала. Это был мой выигрыш. Выигрыш в конкурсе у Карины. У них у неё Алиса и дальше цифры. Какие-то там даты её рождения, насколько я помню, я наговорила. Выиграла я пуховик. И выписывала размер и цвет. Сама выбирала. Выбрала я чёрного оттенка. Интересная такая ткань. Она как идёт блестящая немножко. Также здесь капюшон хороший. И вот такая меховушка. Тоже искусственная. Но, в принципе, неплохо, я думаю, выглядит. Она отстёгивается. На резиночках на пуговке сделана. Поэтому удобно будет постирать. Его я ещё не стирала, если честно. Пришёл он мне чуть позже моего дня рождения. Поэтому я даже это считаю, как подарок мне на день рождения. По спинке всё прошито. Вставлю, конечно, как я в нём выгляжу. И по талии тоже здесь вот так вот всё прошито. Есть ремешок. Он в виде резинки. Не очень люблю такие ремни. Потому что они... Вот такой вот ремешок. Потому что они... Из-за них задирается как-то. Поднимается он постоянно. Мне не очень удобно. Интересный замок здесь. Он идёт как в кость. Вот так застёгивается. И сам воротник тоже. Вот мех лежит немножко как бы в кость. Такая симметрия. Здесь карманы. В принципе, тёплый. Я в нём не замёрзла. Сколько мы гулять ходили. На коньках каталась на улице. Ну, как-то вообще не замёрзла я в нём. Поэтому очень-очень довольна осталась. Кстати, выписывала я размер себе XL. Я у Карины спрашивала. В ВКонтакте мы списывались. Какой она себе размер брала. Вот она мне сказала, что XL. Но она сказала, что мне нужно меньше. Хотя, ну, мне кажется, мы с ней по параметрам. Судя по видео, по крайней мере, выглядим одинаково. Поэтому я себе тоже XL выписала. Не знаю, надо было мне, может быть, и поменьше выписать. Потому что, мне кажется, как-то вот в этой части. В рукавах нормально всё. А вот именно части талии и груди можно было бы немножечко поменьше всё-таки. Ну, пояс вот этот вот, он, конечно, всё скрадывает. Ну, в принципе, да, я очень устала с довольно пуховиком. И тем более ты выиграешь. И вообще, спасибо, Карина, огромное за твои конкурсы, за твои видео. Очень люблю тебя смотреть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok